Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто впервые открыл подобное видео, я немножко поясню. Меня зовут Галина, я живу в Турции. Я перевожу на русский язык новости и все, что у нас здесь происходит в стране, что может быть интересно туристам, иностранцам, русскоговорящей публике со всего мира на территории нашей страны. Я не являюсь журналистом, я не являюсь истиной в последней инстанции, я просто собираю подборку новостей, перевожу их на другой язык. В инфобоксе под видео я оставляю ссылку на телеграм самых свежих новостей Турции сегодня. Подписывайтесь, оставайтесь в теме, всегда следите за тем, что у нас происходит. Итак, наконец-то выборы у нас закончились. Это очень радует, потому что мы, честно говоря, от этого очень-таки устали. Что по факту мы сейчас имеем? Президент у нас остался тот же самый, выбрала страна Эрдогана, а Калыч Даллу проиграл, и результат выборов, если мы округлим, то у президента 52%, у оппозиции было 48%, разница в 4%. Знаете, в чем интересен парадокс? Что это был второй тур, по сравнению с первым туром Эрдоган потерял полмиллиона голосов, но при этом он все равно выиграл. Ну, неудивительно, да, потому что 5% с прошлых выборов ему, скажем так, пообещал, призвал за него голосовать третий кандидат в президента на этот пост. Сейчас, кстати, посмотрим, будет очень интересно, какие ковришки ему за это будут, потому что, как мы с вами помним, это, наверное, самый удачливый политик в последний год на планете Земля, который рискнул, попробовал, поучаствовал в предвыборной гонке и добился, скажем так, неких успехов, проиграв, выиграл гораздо больше или может получить гораздо больше. Ну, вообще, как в стране у нас проходили выборы, что у нас здесь новенькое, как страна переживала? Сразу скажу, что было ощущение после первого тура, когда оппозиция была на втором месте, вот это ощущение проигрыша, он сразу чувствовался. Вся вот эта горесть, переживания, они были в понедельник после первого тура. Но сейчас, на данный момент, новости актуальны у нас на 29 мая, я это снимаю, нет никаких протестов, волнений. И да, конечно, активно многие, почему-то я в интернете вижу, в иностранных СМИ, что удивляются, неужели так правда любят президента, выходили на улицы, праздновали, взрывали фейерверки с флагами и так далее, и так далее. Искренняя такая любовь людей. То есть в других странах, если президент выиграл, за него не идут, не кричат, как-то бурно не проявляют эмоции. Да, конечно, очень много ярких сторонников, кто эмоционально переживает. Не забываем про менталитет еще турок, что они очень эмоциональные, горячие и так далее. Но при этом не забываем о том, что это было и где-то запланировано, то есть их салюты были подготовлены. Люди прекрасно знали и понимали сами, что как ни крути, все равно 50 на 50 кто-то победит. То есть надо быть наготове, кто сторонники подобных проявлений эмоций. То есть это была история для Турции абсолютно предсказуемая. Здесь всегда так происходит, не только с президентскими выборами. Здесь также активно отмечают всякие праздники государственные. И в общем, это вообще неудивительная реакция. Здесь очень часто бурно так активно проявляют эмоции. Если мы берем настроение вообще, как оппозиция приняла, скажем так, этот удар, довольно-таки позитивно, если так можно выразиться в такой ситуации, такое слово применительно. То есть уже где-то часов в 10-11 вечера, когда в 12 к часу ближе прям окончательно ЦИК выступал о том, что выборы все-таки закончились, подсчет голосов завершился, кто победил. Все равно оппозиция уже тогда заявляла в своих интервью о том, что мы будем делать выводы. То есть по сути с победы президента не поздравили, как бы дипломатически красиво было бы это, возможно, сделать корректно. Но при этом и не говорили, не призывали людей выходить на митинги, никакой революции, не к сопротивлению, не говорили о фальсификациях огромных, если бы они вообще были на выборах. То есть не было никакой провокации их сторонников к действиям. И вот это ощущение проигравшей оппозиции, оно на самом деле было гораздо раньше. То есть я к чему веду, что турки, которые были за колычь дорогу, отдавали голоса, к этому, скажем так, результату были готовы еще раньше. И их вот это разочарование, переживания были на самом деле отсрочными. Они произошли еще полторы недели назад до этого. Это чувство, которое бы могло людей куда-то вывезти, оно уже было пережито ими. И, кстати, для тех, кто сторонники того, что Запад влияет, очень активно тумусировалось о том, что Запад пытается, или прямо напрямую, да, говорилось, министр внутренних дел Турции заявлял о том, что это ставленник Европы, Запада и так далее. Ну, как видите, никакой революции не произошло. Никто никуда не вышел, никого никуда не позвали. Если бы это было так на самом деле, то сегодня бы или сейчас, я говорила совсем о других фактах, о других ситуациях, что в стране бы происходили бы митинги, революция, оранжевая, желтая, цветная, как хотите, называйте, было бы вот что-то подобное. Почему? Этого нет. Если мы сейчас будем говорить, а что же идет в страну, что у нас сейчас дальше будет? Вопрос экономики, потому что доллар сразу отреагировал, и утренние, сегодняшние торги открылись с курса 20 долларов, ой, 20 лир за 1 доллар. Сейчас курс надо в самый момент, главное. Но дело в том, что это наша критическая отметка и норма. Это уже не очень хороший звоночек, о том, что он будет, скорее всего, только расти. Аналитики экономистов со всего абсолютно мира, и не только турецких, и, кстати, не только про политических, которые правительственные аналитики экономики, все говорят о том, что к концу 2023 года курс доллара будет где-то 26 лир за доллар, или где-то 28, ну, до отметки до 30 долларов будет, до 30, пардон. Лир, частенько так оговариваюсь, извините, за 30 лир где-то 1 доллар будет продаваться, покупаться. Посмотрим. Почему люди тоже, да, не вышли куда-то что-то? Потому что они очень подавлены были, и это разочарование раньше пережили. Второе, они очень сильно боялись. А Стамбул, например, ночью вообще весь был максимально оцеплен, были автозаки везде стояли, попытка протеста была там вообще в курдской зоне, далеко на крайней стране, на востоке, но это быстро разогнали из водомета, людей там прошвыряли, там человек 50-100 пыталась где-то выйти, собраться с какими-то плакатами, то есть все, это был единственный какой-то порыв кого-то. Ну, это была, скажем так, горизонтально, частная повестка там на месте, поэтому этого не было огромного призыва партии, там, каких-то политических сил и так далее. То есть инициатива на местах, назовем так, если можно выразиться. Когда прошел первый тур выборов, на следующий день просто твит был когда-то ранее, то есть это сейчас не актриса первого ранга в Турции, это уже такая подзабытая звезда, если так можно говорить, она не супер, она когда-то там мега властью, популярностью, влиянием на массу не обладала. Она сделала твит просто как грустно, как печально, что в стране столько много идиотов, то есть вообще процент, типа, что сколько за кого проголосовали, то есть вообще, в принципе, ожидания не оправдались в оппозиции уже тогда. И за эту просто фразу, в ее твите, в звезда не первого ранга совсем, в этот же день на нее уголовную проверку организовали за высказывание, оскорбление, типа, людей вообще в стране. Если мы берем оппозицию, там много предположений, но, скорее всего, со временем, конечно же, не сразу. Кемаль Калыч-Далу уйдет немножко в задний фон, скажем так, потихонечку уйдет на пенсию, постепенно, не сразу, сохранят ему лицо. Я, скорее всего, это он уйдет из полиции, потому что ему 74 года, и это его уже последние десятые уже проигранные выборы в его жизни, куда-либо, не только президентские, а когда-либо, куда он избирался. То есть это уже такой сбитый летчик, поживший свое, человек. То есть надо освобождать, конечно, дорогу молодым. Ну и всех, конечно, прогрозуя, что оппозицию возглавит мэр Стамбула, если его тоже не задушат. В общем, показательным будет то, что будет ли сейчас развиваться заранее, то, помните, сфабрикованное дело на него, которое просто с воздуха сделано, будет ли дальше этому ход, будет разбирательство, попытаются ли его посадить или попытаются ли дать ему какой-то условный срок, чтобы он, там, не знаю, его политическую карьеру, да, то есть лишить каких-то прав там на избирательство и так далее, еще отстранить его как-то от политики. Потому что на самом-то деле изначально самый высокий был кандидат максимальный, который мог побороться от оппозиции. В общем, это немножко такой аналитики общей в стране, что к чему. Если мы берем просто людей, выборы как проходили? На самом деле гораздо тише, спокойнее. Вот почему я сказала про пережитые эмоции. Люди вот это некое поражение уже раньше прожили, неделю назад, и разочарование свое. И, по сути, они пошли на выборы. Явка в этот раз еще выше была, больше 90%. В прошлый раз до 90% она немножко не дотянула, 88% там запятой было. Но по факту явка еще выше поднялась. Люди были в костюмах, мы, как всегда, стебутся. С чувством юмора турки молодцы. Там даже есть момент в костюме какого-то самодельного козла. Мужчина пришел, ему для идентификации его лица пришлось снять эту шапку, назовем так, маску. Казалось, это вообще дедушка, который... Было всем интересно, обычно там молодое поколение, там 20-45 лет. А это был возрастной такой седовласый мужчина, который тоже вот в этой теме. Ну, это интересно, да, просто для развития, для общего понимания. Затем из такого общего, как проходили выборы, что было замечено? Ну, были замечены привоз скорыми людей, которые из больниц в каком-то таком состоянии, там на кислородной маске, к чему-то подключены, да, было возбухание в Твиттере общественности, что нецелесообразно скорые отправлять, когда они должны спасать людей. И в такую экономическую ситуацию в стране, как бы, такие силы, не только бензин, но вообще, типа, бригаду скорой для этого, скажем так, отправлять траты такие делать, это такое неоднозначное было. Конечно, эта критика была со стороны оппозиции демократов, больше я это видела вот из таких источников, потому что у нас были переездные урны, выездные, передвижные, то есть к людям, которые не могли посетить выборы по состоянию здоровья, по возрасту, по какой-то скованности в своих передвижениях. Также больные люди, если была подана заранее заявка муниципалитета, то можно было вызвать к себе передвижную урну. Если мы берем драки, стычки, все прочее, да, они, кстати, тоже были, ну, конечно, по сравнению с первым туром, это просто пшик, это было очень мало документальных таких с видео, там парочка, тройка, ну, максимум четыре где-то я видела видео с драками зафиксированными, с полицейскими обычно, или жандармерия в провинции, стычки были у забирателей, с ЦИКом, представителем, наблюдателем, ну, и все как бы по мелочам таким. Что раньше чего не было. Был один мужчина, который сломал, в пьяном состоянии пришел на выборы, сломал печать, которой ставят, да, и там, да, печатку, и один там сломал стол в этой кабинке, где избирать, да, то есть просто он так жахнул кулаком по столу пьяная штука, короче, сломал стол и вот эту печатку, отметку, которую ставим о голосовании в бюллетене, и мы ничего не сделали, мы даже не арестовали, потому что вообще, в принципе, было такое, на немогу сказать закон, да, была рекомендация полицейским и жандармерии допускать до выборов всех, даже если там пьяные какие-то пришли еще, в общем, по сути, поднимаем, поднимаем максимально явку, нам нужны голоса и так далее. Ну, конечно же, у нас остались те же герои, которые были в прошлый раз, и на конях приезжали, в национальных разных платьях присутствовали люди, ну и плюс еще, естественно, мужчина в Сен-Юрте Стамбуле с огромным говорящим попугаем на плече, там, раздавал комментарии, давал интервью, в общем, короче, пиарился, как хотел, в общем, поднимал свою самооценку в тот момент, многие, конечно, смеялись, ну, как бы это такую нотку юмора какой-то, легкости разрядить обстановку в воздухе, конечно, это все придавало. На данный момент по факту, какой я хочу подвести итог после всей этой вот каналии с выборами, что мы имеем на данный момент, остается как было, как есть, да, это какой-то островок стабильности оплод, да, этого неплохо, в принципе, потому что страна вообще не в стабильном состоянии, как и геологически, если мы берем землетрясение, так и экономически, то есть ее трясет. Второе, вопрос экономики и инфляции, которая, конечно же, официальными данными очень занижена, неофициально, она гораздо в разы выше, и люди с этим живут, и это все на себе чувствуют. Третье, непонятно, что будет вообще с 50% оппозиции, которые сейчас вот проиграли, по сути, как поведет себя оппозиция, будет ли она концентрализироваться вокруг одного какого-то лидера, что было бы, по сути, правильно делать работу над ошибками и готовиться к следующим выборам, потому что у нас следующие муниципальные выборы 24-го года еще на носу. Поэтому я бы посоветовала, кто политика или живет в Турции, интересуется, обращайте внимание, что происходит вообще с мэром Стамбула сейчас. Это будет очень большой показатель, проповестку, что нас дальше ожидает, все, что с ним будет передряги, это будет показатель того, как вообще власть сейчас настроена, на какие действия, и как они планируют вести, скажем так, работу с обществом. Потому что 50% общества у нас остается, и у нас остается огромный разрыв населения на верующих, религиозных именно людей и нерелигиозных. Когда мы это говорим, я хочу, чтобы вы понимали, они все турки, страна исламская, мусульманская, они все верующие. Просто есть кто радикально верит, кто нет, кто просто сам по себе верит в Бога, ходит молится, не молится, соблюдает пост, не соблюдает и так далее. Радикальный момент и нерадикальный. Говорит о том, что это не верующие вообще в Бога, чего святого не знающие люди, они такие же верующие, просто светские и религиозные. По сути, почему сейчас вообще удается держать этот баланс, и реальные выборы проходят 50 на 50, а за последние 15-20 лет политикам удалось абсолютно общими усилиями разделить общество, не объединять, а разделять. Отдельно отмечаются свадьбы, мероприятия, государственные праздники, митинги, сторонники, несторонники и так далее. Вот это деление на радикально религиозных людей верующих и на светских, это разделение получилось сделать. И сейчас вообще огромная проблема, с которой мы остаемся, вот это общество разделилось. Не только разрезали, но и отделили. Люди стали дальше, более ожесточены. Суда вносила в лепту абсолютно все, и оппозиция, и ведущая партия, все в этом хороши, все постарались. Не забываем, например, если вспомним агитацию, которая была Калычидау последние полторы недели перед выборами, насколько просто даже фашистские лозунги были про то, что сирийцы уедут безапелляционно обратно, мы их выгоним и так далее. То есть не про любовь и принятие друг друга в обществе. Давайте как-то научимся жить во благо страны, во благо государства, во благо экономики. А давайте дальше еще будем все больше разделяться, будем радикализироваться. Я даже больше скажу, вот как жителя страны, я могу сказать, что я даже рада тому, что итог выборов не стало никаких столкновений, распри и всего прочего, потому что это накаленный воздух, который сейчас, последний месяц предвыборов и выборов, сейчас максимально, то есть такой газ, да, сформировался. Сейчас любая зажженная спичка, брошенная не туда, может привести к огромным последствиям не очень хорошим. В общем, спасибо за внимание. Я напоминаю о том, что в инфобоксе под видео я оставляю ссылку на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Подписывайтесь обязательно туда. Его новости постятся каждый день, без перерыва на отдых и выходные, а видео на канале моем выходят не так часто. Жду вас всех в телеграм-канале. Ваши комментарии, поздравления, разочарования. Пожалуйста, информация в инфобоксе для вас и комментарии открыты. Спасибо за внимание, за понимание. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч.